Обсуждаем с видными представителями грузинской политики, находящимися в оппозиции, с Тимуром Алазани, руководителем управления ООН по вопросам разоружения и вопросам мира, доктором философии, и Кобой на копии депутатам парламента Грузии от единого национального движения. Приветствую Тимур, приветствую Коба. Приветствую вас. Добрый день, Илья. Спасибо за приглашение. Приветствую ваших зрителей. Всегда рады вас видеть в нашем эфире, Коба. Ну, наверное, первый вопрос к вам. Какая там ситуация, что происходит, и как вы оцениваете перспективу этого законопроекта? Ну, как вы уже отметили в предисловии, закон они еще не инвестицировали в прошлом году. Он абсолютно идентичен тому закону, который действует на территории эфирской рации. И более того, вы знаете, такое ощущение складывается, что методички... Путину в свое время, который пишет методички и мечты в Грузии. Даже журналисты делали такое сравнение, делали сюжет по этому поводу. Просто нынешний премьер-министр в оправдании этого законопроекта использует ту же терминологию, просто можно в тупую взять и перевести, что говорил в свое время об этом законопроекте Путин, и что говорит нынешний премьер-министр Грузии, абсолютно идентичны. Даже фразы одни и те же. То есть методички составлены, так скажем, одним и тем же автором. Даже премьер как бы в своей речи даже такой себе позволил сказать, что принятие закона об иноагентов защитит, оказывается, Грузию от украинизации. Представляете, да? То есть настолько нынешнее правительство Грузии полностью находится под каблучком и присмотром кремлевских политтехнологов и, я думаю, остальных тоже. Вот. А что касается самого закона, оно и по сути, по содержанию, абсолютно такое, не только в духе, по содержанию и по сути, оно абсолютная копия российского закона. Понятно, что этот закон, так скажем, нравится сегодня Кремлю. Я уже сказал как бы про премьер-министра, но Грузии, как он оценивает этот законопроект. Но при этом нужно сказать, что они даже не смогли воздержаться. И главный идеолог Кремля и так называемого русского мира, который мы уже видим в действии в Украине, как они убивают детей, женщин, стариков, грабят, разрушают сюда, господин Дугин предложил грузинским властям давить гадов. То есть это гады те, которые как бы против этого закона. Это молодежь, которая сегодня выступает на улицах Белиси. Это не только молодежь, но и население Грузии. Это более 80% населения. Такие Дугины уже один раз давили в 1989 году. Да, такие Дугины давили в 1989 году, в апреле, и не только. И он предлагает, как бы, типа, вот настало время железной руки, как сказал Дугин, и как он сказал, что нужно давить гадов. И среди гадов он назвал, кстати, действующего президента Грузии в том числе. То есть всех надо давить, которые против, значит, законопроекта об иноргентах. Ну, естественно, похвалил очень-очень, похвалил Медведев. Вот, Песков очень хвалит. Но зато наши партнеры, например, Столтенберг, например, Шольц, например, Министерство иностранных дел Франции, я ничего не говорю про State Depp, который неоднократные заявления уже делал в отношении закона об иноргентах. Они, естественно, оценивают это как шаг, который отдаляет Грузию от Евросоюза, как шаг, который отдаляет Грузию от цивилизованного сообщества и приближает Грузию, так скажем, к России. Для населения Грузии, я элементарно скажу, что для населения... Да, можно, Коба, я вас здесь... Все предельно понятно, да. Да, я слушаю вас. Я просто хотел бы вас здесь, да, прервать, потому что вот это, мне кажется, очень важный вопрос, и Тимур вас хотел вовлечь в беседу, потому что я вот когда вот смотрю на всю эту историю, у меня какое-то ощущение такой абсолютной шизофрении. С одной стороны, вроде как, да, мы действующие власти Грузии говорят о том, что да, вот вступаем в Евросоюз, и, значит, вот там статус получен, там, значит, и все прочее. С другой стороны, вот подобные законы. И я вот там слушал, недавно было заявление этого самого Грибашвили, Ираклия Грибашвили, который руководитель там партии «Грузинская мечта», который говорит, ну, ничего страшного там, вот все равно же я сейчас еще пока не готов к тому, чтобы Грузия уже непосредственно вступила в Союз. А к моменту, когда будет готов, ну, мы отменим этот вот закон там и так далее. Ну, вот как вот это все в одних и тех же головах может объединяться, принятие этих законов и декларации желания евроинтеграции? Спасибо за возможность выступить перед вашими зрителями, Илья. Тот вопрос немножко даже больше, чем закон. Есть такой анекдотичный случай, когда, выходя из Конституцион Холл, Джефферсон остановила женщину и спросила, какой вид правительства нам оставлять, эксподент Джефферсон. Он сказал, демократию, мадам, если вы сможете ее сберечь. Вот на каком-то... Россия эту демократию потеряла, к сожалению. И этот, не скажу, что упустила шанс, потому что вот предыдущий говорил ваш гость, господин Морозов, он прав, что Россия заслуживает второй шанс. И, наверное, этот шанс будет. Но сейчас, в данный момент, эта перспектива потеряна. Грузия находится очень близко уже к состоянию, когда это будет тоже, пойдет никуда. Абсолютно, так сказать, исчезнет эта возможность. Дело в том, что регулярно проводимые выборы – это одна из характеристик демократии. Но не самое главное. Есть еще очень много других. В том числе свобода слова, свобода действия, свобода мыслей и так далее, и так далее. Вот в этом отношении, кстати, хочу вспомнить... У Кеки Урова, по-моему, есть такое рассказывание, когда он говорил, что люди требуют свободы слова как компенсацию свободы действий. Действия, которыми они, кстати, очень редко пользуются. Вот в данный момент, сейчас речь идет о том, что именно люди требуют свободы действия. Благодаря вот этим законам, которые были приняты, скажем, в той форме, как они были приняты в России, в Венгрии, скажем, в Словакии, в Словении, вернее. Эти законы, они, в общем-то, на вид такие же, как и, скажем, Фара, американский закон, Фара или французский закон, такой же, об иностранных агентах. Но и в одном, и в другом случае есть большая разница. Разница очень существенная. Разница заключается в том, что, во-первых, как сформулирован закон, насколько он широко охватывает сеть, которую ты забрасываешь, вот это все, в общество, насколько широко эта сеть покрывает все виды действий государства или, вернее, общественных организаций и простых людей. И это первое. И потом дискреционное применение этого закона. Вот проблема как раз в этом. Формулировка и дискреция его применения. В данной формулировке закон, он совершенно не похож на Фару. Хотя словесно можно, конечно, какие-то есть там буквально текстуальные, абсолютно места идентичные. Но дело в том, что, например, для Фары, которая была принята в 1938 году, всего за всю историю до сегодняшнего дня было выдвинуто против каких-нибудь организаций или отдельных индивидуумов всего 900 случаев применения Фары как закона. Из этих 900 800 с чем-то были оправданы. Вообще никаких действий не было принято. Просто им было дано предупреждение, чтобы они, так сказать, более внимательно читали закон и соблюдали. С 1980 года, если не ошибаюсь, до сегодняшнего дня было всего 13 случаев. 12 из них оправдательных. Это совсем другая форма закона. Это закон, который не для того принят, чтобы кого-то наказывать или предотвращать какие-то действия, или ограничивать своих действий. Нет, наоборот. Можно я вас, извините, что перебью? А вот вы 13-й случай, где было неоправдание, можете привести нашим зрителям? Знаете, какой был случай этот 13-й? Я конкретно этот случай не помню, но знаю, что это был случай одного гражданина, проживающего сейчас в Калифорнии. Ему было предъявлено очень серьезное обвинение именно в подрывной деятельности США, которой ни его защита, ни он. Кстати, в отличие от российского закона и закона, который у нас хотят принять, он не предусматривает, эти законы не предусматривает никакого судебного разбирательства. Министерство юстиции имеет право-прямо, так сказать, обратиться к генпрокурору и выдать ордер на арест. Это тоже очень существенный момент. Насколько я знаю, то, что вы говорите, было в итоге мировое соглашение. Единственный случай, который дошел до суда за последние 20 с лишним лет, был случай Марии Бутиной. Именно она была осуждена за нарушение закона об иностранных агентах. Это единственный случай за последнее время, который дошел до суда. Но мы все знаем, что Мария Бутина сейчас делает в России. Да, совершенно верно. Но вот еще был случай такой, который я сейчас цитирую, когда были предъявлены серьезные обвинения, и срок был, там был штраф 250 тысяч долларов, если не ошибаюсь, и 10 лет. Конечно, никаких 10 лет этот гражданин не отсидел, он просто заплатил штраф, исправил эти свои заявления, документы по фаре, которые были, но какое-то наказание он понес. Случай был еще один очень интересный. Это в год моего рождения, представьте себе, в 1951 году, когда Дебуа, это знаменитый был кейс, такой celebrated case, тоже был осужден за распространение мирной, мирной в кавычках информации, доступной только ему, и которая поступала в США из Европы. То же самое, штраф 5 тысяч долларов и никаких других последствий. То есть, что я хочу сказать, понимаете, закон в том виде, как сейчас обсуждается в Грузии, как он принял в России, он практически хочет полностью задавить или удавить любое право свободы мысли, свободы действий. Вот в чем проблема с этим законом, а не то, что там чего-то. И еще один момент, который я хотел бы сказать про Грузию. Россия решила вот эти законы, так сказать, распространить мультипликационным путем в других, так сказать, бывших республиках СССР. Киргизстан и так далее, и так далее. А почему Грузию? Почему вдруг вот так ни с того ни с сего взяли Грузию? Грузию взяли потому, мне кажется, что на каком-то повороте, обычном повороте истории, обычном повороте истории, хочу цитировать классику, но обычном повороте истории Грузия как-то отделилась от стаи, от остальной стаи, которая называется символизированными государствами. И после этого в одиночку при этой, при помощи этой власти, как раз при ней, при этой власти, грузинской власти пробивает свою дорогу в одиночку, в никуда. И она, конечно, стала легкой добычей для таких законов. Доконов типа там оскорблений в военных, иностранных агентах и так далее, и так далее. И ничего удивительного. Но тут осечка произошла. Вот говорил Коба о каких-то там подготовительных каких-то там документах и так далее, которые против Путина давят. Да не в этом дело. И это, конечно, очень важно. Очень важно, я с ним согласен, потому что они из одной методички все это, значит, пользуются. Но здесь есть еще один момент. В Грузии давно уже, кстати, последние 5-6 лет говорят о какой-то третьей силе. Вопрос всегда задается, какая третья сила, где она существует, где она лежит, в какой форме она себя явит. И вообще, придет ли когда-нибудь или оставит нас в ожидании годов постоянно? Нет, оказывается, она как раз уже здесь, рядом, она всегда и была рядом. Это часть, молодежная часть, молодая, новая, прогрессивная, сильная, умная и очень образованная, проевропейски образованная и, я не знаю, я просто восхищен, часть населения Грузии, которая взяла на себя эту ответственность. И вы знаете, удивительная вещь, не хочу звучать очень так патетически, но, во всяком случае, вот одним этим шагом своего социального неповиновения, она уже шагнула в вечность. Вот в чем дело. Я на самом деле как раз про это хотел задать следующий вопрос, вернемся к вам. Я хорошо помню, как принимался этот закон в России. Я был одним из лидеров сопротивления этому закону в Государственной Думе. Были дискуссии, тоже делал все эти справки про ФАРА, потому что российское политическое руководство, Володин, который был главным инициатором этого закона, он говорил, я американист, я точно знаю, как работает. Так вот, мы же делали там всякие справки относительно того, что ни фига вы не знаете, то есть, ну, точнее, наверное, знаете, но просто манипулируете. Но, тем не менее, зачем это нужно было в России, я понимаю. Я понимаю, зачем это России надо в современной Грузии, да, чтобы отдирать Грузию, соответственно, от Запада и приближать ее к себе. Но я, честно говоря, не понимаю в условиях вот конкретной ситуации, которая есть в стране, вот, реальных этих протестов, которые есть на улице, которых не было в России совершенно. Вот зачем это нужно этой грузинской мечте? Ну, то есть, это же очень сильная дестабилизация ситуации в обществе, это возможность дать оппозиции какой-то консолидирующий проект, это для нее, в общем, на самом деле, такой серьезный подарок. А тем не менее, значит, второй раз уже этот закон пытаются провести. Вот можете мне объяснить эту ситуацию? Зачем понадобился этот закон грузинской мечте? Грузинской мечте, этот закон понадобился именно сейчас, год выборов. Ну, несколько факторов. Они прекрасно понимают, что в 2024 году в условиях пропорциональной выборной системы у них нет вообще никаких шансов победить. И им нужно как-то сделать так, чтобы выборы кто-то признал, как-то признал, как-то их сфальсифицировать. Или провести это примерно, наверное, в стиле белорусских последних выборов, которые вы помните, наверное, да? И для этого им нужно, чтобы все замолчали, чтобы не было, так скажем, со стороны неправительственных организаций всяких отчетов, которые они каждый раз, особенно последние выборы в 2020 году и в 2021 году, вы видели, наверное, отчеты неправительственных организаций и наблюдателей, которые приезжали в Грузии. И последние выборы вообще были оценены на крайней легитимности. И они просто зажимают гайки. Это с одной стороны. С другой стороны, они прекрасно понимают, что так, как они собираются провести выборы, их никто признавать не будет. Вот. И надеются на своих стратегических партнеров, так скажем, на Кремль, на Путина, на русских. Оттуда они получают прямую диктовку и говорят, ребята, покажите, что вы сильные ребята, что вы можете. Вот, пожалуйста, почему вы не принимаете, например, закон об иноагентах? Почему вы не хотите его провести? Вот я знаю, что была такая информация, в средствах массовой информации, что приезжали специальные представители из Кремля в Грузию давать соответствующие указания, как нужно действовать в случае, так скажем, сопротивления и так далее. И что этот закон необходимо принять именно сейчас. Ну, несколько факторов. Первое, что показать, так скажем, Кремлю, что они готовы принять этот закон во что бы то ни стало, провести его во что бы то ни стало. И второе, расчистить поле для того, чтобы провести выборы более выгодно для себя, грамотно и красиво сфальсифицировав, вот, и подавив все общественные волнения и протесты. Вот по-другому это никак не объясняется. В России вы очень хорошо объяснили сами, почему это нужно показать, тем более сейчас, когда от нее все убегают, показать, что это совершенно не так. Вот посмотрите, вот видите, Грузия. Грузия тоже с нами, типа, да. Вот. А Грузии это нужно, чтобы сохранить собственную власть. Вот и все. Все очень просто, мне кажется. Но, знаете, не получится. Вы видели, наверное, те протесты, которые проходят в Грузии последние дни. Я практически каждый день там, среди этих людей, как обыкновенный гражданин, хожу, принимаю участие. Но хочу вам сказать, более 80% примерно протестующих — это молодежь. Это молодежь, которая, большинство из которых даже не знают русского языка. Они выросли абсолютно на другой культуре. Они выросли в свободной, независимой Грузии. Они… Это поколение интернета. Это поколение людей, которые выросли, когда еще бывший президент Грузии и бывшее правительство проводило реформы, когда, вы помните, в каждой школе было обязательно изучение английского языка. Были приглашены преподаватели из Соединенных Штатов и из других стран. В каждой школе был один иностранный преподаватель, который преподавал язык. Это была программа еще разработанная Михаилом Саакашвили. Это вот то поколение, которое выросло именно в то время. И выросло после нее, выросло на абсолютно других, на абсолютно другой, так скажем, почве. И оно радикально отличается от нашего поколения. Они не хотят. Вы видели, наверное, заявление детей, представителей власти. Вот дочка одного из депутатов правящей партии, который, кстати, проголосовал за этот законопроект, вчера выложил в Фейсбуке, что она против этого закона. Так же, как и дочка или сын одного из представителей районной управы, одного из районов Грузии. Там, не знаю, уже пошла череда чиновников разных уровней, судей, кстати, и так далее. Ну, я ничего не говорю про спортсменов, ничего не говорю про людей в сфере культуры, театра и так далее. То есть сейчас вся Грузия протестует. Протестуют все практически. Сегодня у власти не осталось никого. Практически никого. Они практически оголены. Поэтому я все-таки думаю, что грузины эту борьбу доведут до конца и не позволят нынешней власти, не позволят олигарху Иванишвили, чтобы он смог это сделать. Невозможно. Кома, мы в этой борьбе, безусловно, с вами, на вашей стороне. И это ужасный закон. Вот как, еще раз скажу, россиянин, который прочувствовал все прелести. И сам, проявляясь иностранным агентом. Они пытаются упаковать это как-то, знаете, болтологией какой-то упаковать, но не получается. Никто в это не верит. Пропаганда работает, кстати, очень мощно ихняя пропаганда работает. Я не скажу, что они сидят сложа руки, но, похоже, уже это настолько восприятие в населении к этому закону, оно настолько вот четкое, понимаете, оно и непоколебимое, так скажем, да, что их пропаганда просто не работает. Поэтому я... Мы очень надеемся, что и не получится. У нас, к сожалению, заканчивается время, но я себе не прощу, если я не задам последний вопрос, Тимур, вам, если можно, коротко, но тем не менее. Мы все очень переживаем, что происходит с Михаилом Саакашвили, ваш близкий родственник. Можете в двух словах сказать, какие последние новости, как он там? Миша активно, или, скажем так, более активно сейчас включился в политическую деятельность. Он немножко лучше себя чувствует с точки зрения здоровья, хотя никакой реабилитации мы не проводим. просто в силу того, что такой практики у Грузии нет, заниматься многопрофильной реабилитацией, когда одновременно 5, 6, 7, 8 различных болезней. Но тем не менее здоровый организм, его оптимизм, наверное, берет свое, он себя чувствует лучше. опасность вторичного отравления более-менее сейчас спала. Почему? Потому что вот эти процессы, которые происходили, все эти иностранные доктора, юристы и так далее, европейские, многократные резолюции Европы, они сфокусировали, знаете, вот как флешлайт, сфокусировали всю ясность Солнца и так далее на этой ситуации, а Солнце, как вам известно, в случае дезинфектора. Так что в этом отношении вот этого нет. А он, еще раз говорю, полон энергии, пятым источником его энергии было и остается действие народа, особенно в этой молодежи, которая называется его молодежью. И я думаю, что он сам первого будет возражать против этого, потому что эта молодежь, она сама по себе, она выросла в той среде, которая давно уже готовилась в Грузии, которая всегда существовала, она просто спала, она была просто, знаете, в таком усыбленном состоянии. Но она всегда, даже несмотря на то, что была в дремлющем состоянии, она всегда была на поверхности, она всегда была ее видна. Что касается, вот я буквально двух словах хочу сказать, комментарий. Ну, безумно, нужно скоро. Очень хорошо. Почему грузецкая мечта это сделала? Очень просто. Говоря словами Наполеона, это было хуже, чем преступление, это была ошибка с их стороны. Это ясный как божий день. Я вам скажу, что политическая невинность или политическая непорочность Грузии закончилась с приходом к власти этого правительства, грузинской мечты. Почему? Потому что по той форме, которой они пришли к власти. И с этих пор началась большая пара ненависти. Но эта ненависть, к счастью, умрет вместе с уходом этого правительства небытия. Так что вот это я могу вам сказать точно. Это я вам могу объяснять. Вот такая ситуация. И еще последнее. Почему же вот эти лидеры, мы сказали, вот лидеры, видите, вот которые голосовали, а дети их совершенно другие. Тоже есть объяснение. Есть такое понятие фаустовая зелка, когда человек ходит в делку с собственной совестью и продает душу сатане, чтобы добиться своей мечты. Вот грузинские деятели, грузинские мечты, они не хотят совсем быть, знаете, вот в грех подать. Посему они решили новую интерпретацию придать этой сделке. Они не продают свою душу, они ее сдают в аренду. На время. Вот какие. Вот какие. Хорошая. Да, да, да. Хорошая точка нашего разговора. Хорошая точка зрения. Друзья, я еще раз вам все очень поддерживаю. Ну эксклюзивам принадлежит Батана Тимуре. Ну будем использовать. Хорошая, хорошая. Свобода Михаила Саакашвили. Спасибо большое. Тимура Лазанья, заместитель ООН, Якова Накоперединационального движения и депутат были с нами в эфире. Спасибо вам, коллеги.